Всем привет! Многие подписчики спрашивают, какие именно ресурсы и программы я использую в трейдинге. И в этом ролике я постараюсь кратко и емко рассказать об основных инструментах, которые использую каждый день во время торговли. В телеграм-канале Xilius Group 1000 трейдеров, и здесь мы ежедневно публикуем сделки команды трейдеров. Отвечаем на вопросы подписчиков. Каждое утро я подготавливаю премаркет, который помогает составить торговый план и торговать в плюс. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь прямо сейчас. Здесь много интересного. Ссылка традиционно под видео. Итак, программам и ресурсам по трейдингу. Первое. Торговый терминал. Самый распространенный в России это Квик и Мета Трейдер. Есть еще наработки, которые предлагают некоторые брокеры. Но лично я несколько лет подряд использую торговую платформу Квик. Квик зарекомендовался как надежная программа для торговли. Могу сказать с уверенностью. Это один из самых популярных терминалов у трейдеров команды Xilius Group. Программа позволяет совершать операции на рынках в России, фондовом, срочном, валютных секциях, а также на зарубежных. Да, вы не ослышались. Можно покупать ценные бумаги, к примеру, напрямую на немецком или американском рынках, если у вас есть статус квалифицированного инвестора и подключен доступ к глобальным рынкам. Также в терминале Квик оперативно выходят новости. Причем можно выбрать, чтобы в терминал транслировались новости только от определенных информационных агентств. А также можно фильтровать поступление новостей по конкретным словам. Это очень удобно. Кстати, по торговому терминалу Квик мой коллега Алексей, шеф по дилингу, не так давно рассказывал о 10 неочевидных важных настройках терминала. Если вы пропустили, ссылка и подсказка в правом верхнем углу. Второе. Анализ котировок. Основным поставщиком данных по инструментам, которыми торгуются во всем мире, такие как нефть, валютные пары, товары и криптовалюты, является терминал TradingView. Основное его отличие от Квика в том, что здесь значительно больше котировок от разных поставщиков. К примеру, по валютным парам можно использовать данные напрямую с валютного рынка или от других компаний. У меня эта программа всегда открыта на отдельном мониторе параллельно с терминалами. Также я регулярно провожу анализ своей статистики с помощью программы Pirate Trade. Отслеживание статистики – критически важный элемент грамотного трейдера, который многие почему-то недооценивают. Статистика позволяет выявить слабые места у трейдера и оптимизировать свою торговлю для лучших результатов. Некоторые трейдеры используют для введения своей статистики Excel, но мне лично удобнее использовать готовое решение. Четвертое. Конечно, криптовалюта. Основной торговый терминал – это Bitfinex. А ресурсами, которые я пользуюсь – это карты Coin360, CoinMarketCap и WorldCoinIndex. Что ж, это мои основные инструменты и ресурсы в трейдинге. Этого достаточно, чтобы грамотно торговать на фондовом рынке и зарабатывать. Есть еще и дополнительные ресурсы, которые я использую, но о них речь пойдет в отдельных видео. Если хотите, чтобы этот ролик я подготовил скорее, прожмите большой палец вверх. Нажмите прямо сейчас лайк до упора, и тогда я пойму, что вы ждете видео с дополнительными ресурсами по трейдингу. Ну и конечно же подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Для трейдеров, которые недавно пришли на фондовый рынок, рекомендую посмотреть бесплатный видеокурс «Ловушки трейдинга 2.0», в котором мы собрали сразу 17 рыночных ловушек и способов в них не попасться. Ссылка на видеокурс под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся!